Лучевые методы диагностики рака яичников Перед тем, как перейти к докладу, хочу сказать, что самоизоляция в Челябинске продлена до 30 июня 2020 года И поэтому мы пока наблюдаем за миром, можно сказать, из окна Итак, возвращаясь к теме доклада, мы понимаем, что злокачественное образование яичников Это довольно коварное заболевание, одногодичная летальность очень высокая Отсутствует скрининг, высокая запущенность заболевания и, к сожалению, низкая пятилетняя выживаемость Что касается стандартов лечения, то мы понимаем, что это, конечно, на первом этапе в идеале Выполнить хирургическое лечение с последующей химиотерапией Но, несмотря на все наши старания, при увеличении стадии заболевания Мы понимаем, что риск рецидива крайне высокий И что касается диагностики рака яичников, как раз здесь мы с вами, наверное, счастливые люди Так как мы имеем довольно большой арсенал диагностического оборудования Это диагностическая лапароскопия, ультразвуковая диагностика, компьютерная томография Магнитно-резонансная томография и позитронно-эмиссионная компьютерная томография И особенности нашего доклада нужно разобраться, когда и какой метод максимально полезен Когда мы говорим о диагностике, первое, это, конечно, онкомаркеры Мы понимаем, что при раке яичников обязательно определение СЕ-125, индекса РОМА, ШЕ-4 При эмоционозных опухолях СЕ-19-9, РЕ, альфа-феатопротеин у пациенток до 40 лет При этом мы видим уровни доказательности для каждого онкомаркера Ну и не забываем про определение BRC-имутации А вот что касается инструментальных методов обследования То здесь довольно всё интереснее У нас есть компьютерная томография При подозрении на распространённый процесс позитронно-эмиссионной компьютерной томографии Магнитно-резонансной томографии И мы видим, что уровни доказательности при этих диагностических исследованиях крайне высокий Уровень доказательности А Также у нас есть иные методы диагностики Это диагностическая лапароскопия И возможно использовать цитологическое исследование для установки диагноза И даже начала химиотерапии Это цитологическое исследование астической жидкости из брюшной полости Либо при функции левральных полостей И когда хирург планирует лечение пациента с распространённым раком яичников Первый вопрос, который он себе задаёт Это резектабельна ли опухоль Так как мы понимаем, что опухоль не всегда резектабельна Иногда возникают такие процессы, когда, к сожалению, опухоль находится в распространённой стадии заболевания Второй вопрос, который мы задаём себе Это диагностическое исследование Нам нужны очень надёжные методы диагностики перед хирургическим лечением И, конечно, нам нужен надёжный специалист, который знает особенности распространения консерматоза При данной патологии Ну и, конечно, необходимо исключить признаки нерезектабельности Это диагностическая глубокая инфильтрация брыжейки тонкого кишечника Диагностический линдной консерматоз тонкой кишки Если опухоль распространяется на черевный ствол, левую желудочку Либо верхнебрыжечную артерию, метастазы в печень, головной мозг, легких Тогда здесь, конечно, мы задумываемся О, возможно ли на первом этапе, к примеру, пациента прооперировать И вот на данном слайде мы видим признаки злокачественного образования По данным компьютерной томографии Это, конечно, признаки асцита Следующий слайд нам демонстрирует непосредственно Признаки схематично изображены ток перитониальной жидкости И вот здесь как раз очень важно понимать наиболее частую локализацию перитониальных метастазов Первое — это гравитационно зависимые места Это маточно-промекишечное пространство Самые нижние отделы левого и правого брыжечных синусов Или цикальная область Второй снимок — это места, где имеется препятствие току жидкости Наддиафрагмальное пространство, сальниковая сумка, брыжечные синусы И третье — это места наиболее активного всасывания перитониальной жидкости Это, конечно, большой сальник Следующее — мы очень важную ставку делаем именно на диагност Так как нам важен тот диагност, который умеет искать именно проявление канцероматоза Это про то, что мы говорили, гравитационно зависимые места Следующее — очень часто, чтобы диагносты не пропускали локализацию Это перитониальные метастазы в правом поддиафрагмальном пространстве Которые часто встречаются Перитониальные метастазы Мы видим на последнем снимке В множество метастазов поддиафрагмальном пространстве Здесь они будут сейчас указаны стрелками Ну и, конечно, оценка лимфатических узлов Это очень важно И мы видим, что и компьютерная томография имеет чувствительность Для оценки лимфатического коллектора 50%, специфичность 92% А МРТ здесь уже более высокая чувствительность — 83%, специфичность 95% И мы должны это обязательно учитывать при диагностике Также мы понимаем, что наилучшие возможности выявления метастатических лимфоузлов — это, конечно, ОПЭТ-КТ И мы вот сейчас очень чётко видим на слайде Также очень часто мы встречаем увеличенные наддиафрагмальные лимфатические узлы Вот мы видим их три цепочки — правые, левые, срединные Критерии размера для них по короткой оси — это 5 мм Про это нужно не забывать И необходимо акцентировать внимание, что это наиболее часто пропускаемая патология Следующее обязательно нам необходимо исключить вовлечение сосудистонервных пучков Следующее мы видим, опять же, диффузный признак излокачественных процессов — клебру Это первый выпад, что наиболее часто также мы диагностируем по данным компьютерной томографии И это очень тоже важный показатель Но и для того, чтобы разобраться всё-таки, что нам более важно, какой диагностический метод — это КТ либо ПЭТ-КТ То есть здесь как раз нам, наверное, поможет ответить на это статья, которая сравнивает возможности КТ и МРТ Итак, в исследовании, мы видим, в этой статье было включено пациентки с диагнозом рака речников С третьей и четвёртой стадии заболевания, которые проходили лечение с января 2008 по 2014 год Всем пациентам перед операцией выполнялась компьютерная томография и позитронно-эмиссионная компьютерная томография С интервалом в 6 недель Очень важно, что в этой статье отражено, что специалист, который оценивал, было два специалиста компьютерной томографии Независимых друг от друга и с опытом работы не менее 15 лет Ну и, конечно, оценивался индекс перитониального канцероматоза И в этой статье как раз компьютерная томография имела наилучший диагностический результат, нежели позитронно-эмиссионная компьютерная томография ПЭТ-КТ именно был эффективен при отдалённых метастазах Следующая статья также сравнивает дооперационную оценку ПЭТ-КТ для оценки полной редукции Исследование было проспективное Были включены пациентки с 3-4 стадии злокачественного образования яичников За 2 недели до операции выполнялась позитронно-эмиссионная компьютерная томография Включено было 40 пациентов, а далее в исследовании остался 31 Так как мы видим, у других пациенток была выявлена иная патология И в результате этого исследования показатель ПЭТ-КТ и опухолевая нагрузка были эффективными для прогностического выполнения полной циторедукции Пациенты здесь делились в зависимости от критериев поражения Но мы видим, что ПЭТ-КТ был довольно информативный метод Следующая статья из Дании В этой статье также оценивалось влияние ПЭТ-КТ на оценку распространённости опухолевого процесса В этой статье необходимо отметить, что было довольно включено большое количество пациентов И вообще в Дании ПЭТ не является обязательным, но с 2009 года рекомендуется женщинам с индексом риска злокачественности более 200 С целью оценки распространённости опухолевого процесса и резиктабельности опухоли Особенности также в этом исследовании определялся поражение лимфатического коллектора И вот в этой статье был единственный недостаток, что была миграция стадии заболевания Так как ПЭТ-КТ был очень информативен и довольно чётко диагностировал отдалённые метастазы Следующая статья сравнивала также ПЭТ либо МРТ Я вкратце скажу, что статья из Бельгии Также пациенты делились по зонам и чувствительность была именно выше у МРТ, чем у ПЭТ-КТ Также у нас была статья по диагностической лапароскопии, статья 2015 года Из Италии лапароскопические находки подтверждались от 88 до 97% И также диагностическая лапароскопия рекомендовалась всё-таки для диагностики у пациентов Для оценки резиктабельности процесса, но отдалённые метастазы, мы сами понимаем Что по диагностической лапароскопии было невозможно предсказать И одна из, на мой взгляд, самых интересных статей, это статья свежая 2019 года В этой статье сравнивалось всё, и КТ, и МРТ, и ПЭТ-КТ, и ПЭТ-МРТ Мы видим, что в этой статье очень чётко оценивался каждый метод исследования Всё-таки КТ был методом выбора у пациентов при диагностике злокачественного образования яичников Недостатки у КТ было отсутствие визуализации брыжеечных метастазов, стерящихся метастазов Но все эти недостатки нивелировались при помощи МРТ Вот как раз в этой статье указывается, что МРТ наиболее был информативный метод обследования С высокой точностью превосходил КТ для оценки трудноизлечимых отдалённых метастазов То есть при канцерматозе двенцеперстной кишки, желудка, черерного ствола верхнего брыжеечного артерии То есть именно вот те признаки нерезиктабельности помогало диагностировать МРТ ПЭТ-КТ в статье доказательная база лишь при подозрении на распространённый процесс с поражением лимфатического коллектора И ПЭТ-МРТ новый современный метод, который имеет наверняка большие перспективы Но пока его точка приложения не ясна И соответственно при ПЭТ-КТ, к примеру, очень довольно часто в этой статье указывалось, что пропускались метастатические поражения лёгких Поэтому ПЭТ-МРТ, наверное, не будет таким уникальным методом для диагностики Всё-таки на сегодняшний день у нас остаётся основные методы диагностики Это, конечно, КТ Дёшево, быстро, информативно МРТ более информативно, но мы понимаем более дороже Но МРТ и спредельность метода — это грудная клетка ПЭТ-КТ действительно эффективный метод при подозрении на распространённый опухолёв процесс С поражением лимфатических узлов, но есть недостаток, конечно, дорого И МРТ пока, я думаю, что развивающийся стремительно метод новый Но требует всё-таки своей точки приложения И что касается диагностического спеллапароскопия Она, да, является методом выбора у пациентов злокачественного образования паичников Если процесс не верифицирован гистологически Но мы понимаем, что диагностическая лапароскопия оценивает местное распространение опухолей И мы не можем сказать, что у нас в забрюшинном пространстве грудной клетки Поэтому без КТ, опять же, нам не обойтись даже при диагностической лапароскопии Ну, что касается нашего непосредственного опыта На базе онкологического диспансера в городе Челябинске Центра онкологии и зерной медицины Проведено ретроспективное исследование с января 2015 по ноябрь 2019 года В нашем исследовании также были включены пациентки с диагнозом рака яичников 110 пациентов включено с гистологически подтвержденным диагнозом С первой по четвёртой стадии заболевания Вот мы видим на графике, как распределились наши пациенты В зависимости от стадии заболевания И необходимо сказать, что мы всем пациенткам перед хирургическим лечением На первом этапе выполняли позитронно-эмиссионную компьютерную томографию всего тела И МРТ малого таза или КТ грудной клетки, КТ брюшной полости И опять же МРТ малого таза, исходя из информативности методов Которые доложены были в предыдущих статьях и подтверждены И вот данные диагностических находок, которые мы видели по данным обследования Мы вносили в карту с индексом перитониального канцероматоза Нам указывал диагноз, какие есть очаги канцероматоза в зависимости от зон А на втором этапе мы выполняли диагностическую лапароскопию Либо конверсия, лапаротомия И по возможности, конечно, выполнение максимальной цитаредукции И также хирургами заполнялся данный протокол После хирургического лечения у нас была возможность сравнить Что видели методы визуальной диагностики Наши уважаемые диагностики, что мы видели хирурги во время хирургического лечения Мы видим, что объём цитаредукции В основном это была полная и оптимальная цитаредукция Но, к сожалению, были не оптимальные и диагностические Также хирургические вмешательства И в результате после хирургического лечения Мы могли оценивать чувствительность, специфичность каждого метода И вот мы оценили очень чётко чувствительность данных методов Мы видим, что при нашем исследовании ПЭК-КТ При первой стадии, разумеется, мы его не выполняли Мы выполняли при второй, третьей, четвёртой стадии Мы видим, что чувствительность 190 и 100% КТ 100% Но это, конечно, очень важно Что у нас очень грамотные специалисты компьютерной томографии Которые могли достоверно всё чётко показать нам Где какой канцероматоз И магнитно-резонансная томография К сожалению, вопреки предыдущим статьям При третьей стадии имела чувствительность лишь 88% Таким образом, если всё-таки подводить итоги И с чего начинать Мы понимаем, что при первой, второй стадии Всё-таки мы выбираем КТ либо МРТ При подозрении на распространённый опухолевый процесс Разумеется, ПЭТ-КТ И при отсутствии морфологической верификации Здесь методом выбора является диагностическая апароскопия Но перед этим выполнение всё-таки компьютерной томографии В виде трёх зон И в завершении необходимо сказать Что перед началом лечения У нас с вами в арсенале огромное количество методик И позитронной эмиссионной компьютерной томографии И магнитно-резонансной томографии И даже входит на сегодняшний день новый метод Такой, как МРТ А нам только, специалистам, необходимо всё-таки разобраться Кому и какой метод диагностики может быть максимально полезен Спасибо большое за внимание Берегите себя и своих близких Всем здоровья До новых встреч Надеюсь, уже всё-таки не в интернет-формате Всё-таки мы увидимся очно Спасибо ещё раз огромное Всем за возможность выступить Особенно организационному комитету До свидания Спасибо большое, Валерия Владимировна За прекрасный документ Спасибо, Валерия Владимировна Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...